Are you ready? Блондинка моет гелик без мальчика С Ванешем? Да, да, да Я вся вспотела Мои легкие просто состоят из химикатов Хочу вам рассказать про нюансы эксплуатации пушистым автомобилем Такой энергозатратный труд Мне сразу же спаяли постановление Ну, ребята, мы уже здесь девятый час, вы понимаете Ну, он стал прикольнее А что, вы решили покрасить его? Привет, ребятки-котятки Сегодня долгожданная серия с геликом, где я буду его мыть А это, между прочим, самый долгожданный ответ на вопрос, как его мыть Не как мы его клеили, не как он был... Сколько денег было потрачено на его переклейку Деньги из гелика вытащить будет невозможно А именно, как я собственноручно мою этот гелик Что ж, проведем эксперимент и посмотрим, смогу ли я его отмыть до бела, до чиста, как он выглядел сам вначале Погнали, оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, ставьте лайк сразу этому видео и едем дальше Вы, наверное, задаетесь вопросом, что это за огромный продукт плейсмент здесь Но нет, мне не платили, к сожалению Это все мы будем использовать в нашей помывке гелика То есть, это у нас пена для ванн По крайней мере, он будет вкусно пахнуть Потому что сейчас он пахнет, как мокрая птина Эта экспресс-уборка удаляет грязь, жир и пятна с твердых и мягких поверхностей Это бальзам для окрашенных и поврежденных волос Active Foam Pink Это пена для отмывания Она розовая, розовая, розовая Пятновый водитель для ковров Это тоже для ковров Шампунь для ручной стирки С этой стороны он особенно грязный Потому что мы ездили на нем, я хочу напомнить На оффроуд, на всякую грязь Месить просто тонны говна Левая дверь стала похожа на какое-то место для опражнения собак Надеюсь, что это все мы сможем починить Привести в порядок и он снова станет беленький Ну а если не станет, то придется его приводить в новый внешний вид Ну и, конечно, главное, что должно нам помочь Это спрей для волос Чтобы девушки подбегали такие Ах, каким шампунем ты его моешь? Все-таки это девчачий гелик Погнали Мне кажется, или я облила стену сверху тебя Первая фаза смачивания Так однозначно лучше Подожди, ты ничего не заметил? Мы сейчас хорошо салон промыли Обмяк, он стал намного увлажненнее Но здесь я работала по другой технике И здесь он прям, его можно так вот выжимать из него воду Смотри Видишь? Давай еще тогда вот эту часть пройдемся Потому что капот все-таки это самое важное место, которое попадает первое на глаза С правой стороны он просто всю воду почти захавал и вообще ее не отдает То есть в среднем, чтобы ему полностью высохнуть на подземном патлинге Надо ему дней 5, где-то неделю постоять Здесь большинство сидело не на саморезах То есть, допустим, это решетка И на нее невозможно саморезы как-то налепить Потому что иначе все развалится И здесь все сидело на клее Да, на клее все сидело Это уже начало все разваливаться Переходим к основному контенту, ради которого мы здесь все и собрались Это именно мойка каким-то химическим средством гелика Гелик загрязнен равномерно именно по порогу У нас будет в любом смысле ручная стирка Сейчас будем сравнивать средства, которые лучше всего работают Либо кислородный пятновыводитель Либо пена для ковров, шампунь Еще один пятновыводитель И, конечно, вот это вот универсальное народное средство ваниш Наносим второе средство Дальше у нас шампунь для ручной стирки И дальше у нас ваниш Прикинь, я сейчас подумаю Я с одним порогом буду сейчас возить А у меня порог просто Это одна сотая от гелика Насекаем время Порог по-разному очистился Сейчас мы посмотрим, какое средство было лучше всего Короче, мне кажется, что лучше всего задачи справился ваниш Смотри, он был вот на этом отрезке Мне кажется, мы не сможем его привести в первозданный вид Прям в идеальнейший Вот как он был, хотел сказать, с завода Но что-то конкретно почистить Какие-то локальные загрязнения по типу вот этих вот Которые были оставлены то ли ржавчиной То ли какими-то деревьями То ли смолой Можно И это моя основная задача Просто в моменте сравниваем его порог тот с этим Они примерно одинаковы по загрязнениям И этот выглядит просто отрадно Надо учитывать тот факт, что порог будет светлее, когда мы его высушим Многие люди, наверное, ожидают, когда нажмут на это видео Типа блондинкам моют гелик Пушистый гелик Они ожидают меня увидеть какой-нибудь белой кофте Без лучика А я такая, блин, в плаще просто Hello Такая, нормально, что-то Так, мальчики, приходим в себя, не фантазируем Смываем Блин, короче, только вы можете судить, подписчики, что-то меняется или нет Потому что мы поменялись как бы это делаем Мы это не понимаем, поэтому пишите свои комментарии, что вы видите Давай вот эти места, где видна особая грязь, особое заблизнение Мы сейчас покроем пятна водителя Здесь написано, что нужно выливать Одну часть ваниша на 9 частей воды Но так как у нас очень грязный гелик Мы выливаем всю эту бутыль в это ведро Отлично Просто подснежники вылазивают из подснега Вот это сейчас происходит со всем геликом под шерстью Вы же просили меня показать, как я мою гелик, как он отмывается, как вообще он проходит там этапы мойки И я это не то, что отвела его в какой-то там мощный самомойка аппарат Я сама своими руками решила его отдравить, чтобы вы посмотрели и насладились этим моментом Пока я тружусь в поте лица и вымываю в шее из моего гелика, хочу вам рассказать про нюансы эксплуатации пушистым автомобилем Прошло уже полгода и я могу, в принципе, сделать какие-то уже выводы Первое, конечно, гелику плохо, когда на улице мокро То есть, если он мочится, он очень долго... мочится Если он намокает, он очень долго высыхает Из-за того, что он долго высыхает Что касаемо КП и кузова, это все приходит в негодность Я боюсь, на самом деле, сдирать с него шкуру Потому что я уже представляю, какая там коррозия, какая там труха Потому что мы его моем, с него все течет И эта вода, она уже рыжая Но какие плюсы я хочу выделить? Плюс в том, что даже если ты въезжаешь в дерево Где-то вот здесь, да? У нас дерево было Дерево прям было вот вплотную к гелику Потому что мы на него наехали в ночное время суток И не видно, вообще не видно никаких вот повреждений Никаких вмятин Это очень удобно Даже если ты притираешься к другой машине В пробке, допустим, зазевал Ничего в машине не будет Ни гелику, ни той машине, которая пострадавшая Это очень удобно Конечно, его эффектность отрисать нельзя Он очень эффектен На него обращают внимание как девушки, так и мужчины Мужчины говорят, что я погубила легенду Женщины думают, что я вообще знаток вкуса Я забыла про главный минус Это теплоотвод У него вообще нету теплоотвода То есть он постоянно нагревается Даже если стоит на месте У него скачет стрелка антифриза Конечно, ему очень и очень жарко А что касается стоянки на морозе Помните, в Москве был ужасный ледяной дождь И после этого ледяного дождя Я не могла открыть машину три недели Дверь была наглухо припаяна Как будто к кузову Ну так, наверное, все Ну, блин, я не буду говорить вот такую банальную вещь Как сама шерсть Она не очень практична Она очень быстро пачкается Возвращаемся обратно к мытью Я вся вспотела Я вся задышалась Мои легкие просто состоят из химикатов сейчас У меня на руках мозоли Вот на этих частях Из-за того, что я постоянно держусь За щетку таким образом Но знаете, что меня греет? Что я знаю, что я это делаю И вам интересно Там что-то коричневое Какая-то масса Можно я не буду это видеть, пожалуйста? Давай, надо жопой его потереть Ты реально хочешь, чтобы я его не стал жопу потереть? Надо все поработать Ты же в душе, когда моешься Ты что, офигел? Все это делают Сейчас я буду постепенно спускаться вниз, ладно? Ребята, у меня для вас мега новость Мы выбрали новую машину для нашего проекта Возроди легенду И перебрали абсолютно все марки и модели И нашли ту самую на Дроме Потому что на Дроме огромный выбор тачек Особенно в том сегменте, который нам был необходим Поэтому я всегда ищу тачку где? Правильно, на Дроме Самые хорошие варианты на покупку у меня попадались именно там И этот раз не исключение Если вы хотите узнать, какую именно тачку мы выбрали То скорее скачивайте Дром Ссылка в описании И ищите объявление со следующими заданными параметрами Указываем параметры поиска без марки Уверена, что вы будете в тотальном шоке от того, что мы выбрали Ну а за поиском своей малышки Обязательно идите на Дром Из последних сил, какие у меня остались Я хочу провести эксперимент У меня есть просто максимально убитый коврик Из того же материала, из которого сделан гелик Он, мне кажется, максимально показательно покажет, как работает пятновыводитель Если, конечно, он работает Полностью выдавим туда все Сначала шампунькой, потом пятновыводителем И посмотрим, насколько сильно он все отмоет Втираем Пятновыводитель Шел шестой час нашего эксперимента Нашего мытья пушистика Для вас, наверное, это какая-нибудь десятая или одиннадцатая минута Ну а мы продолжаем И сейчас поставленный эксперимент с ковриком подойдет к концу Насколько он отмылся хорошо после пятновыводителя Мне кажется, что это максимум Здесь либо нужно несколько раз Я думаю, вот так вот, скажем так, отмывать Либо я вообще не знаю Ну, короче, в таком состоянии будет гелик примерно Оставим его на время, чтобы пятновыводитель впитался Все, пойдем ездить Спасибо партнерам нашего выпуска Crystal City, которая находится прямо в Москва-Сити Я всегда здесь мою машину Здесь офигенная трехфазная любая мойка Все на высшем уровне Так что, ребят, если вы хотите мыться на самом высшем качестве То приезжайте сюда, вашу машину приведут в порядок Здесь на высочайшем уровне А еще у ребят на втором этаже есть целый ресторан Это не забегаловка, это не кафешка при мойке Это полноценный ресторан со своей высокой кухней Допустим, сейчас мне принесли хрустящие баклажаны И очень вкусные котлеты с пюрешкой Так что заходить сюда можно не только помыть тачку Но еще и вкусно погреть животик Приятного аппетита! Подводим черту знаменатель Я проделала где-то две трети работы И что я сделала конкретно? Сначала мы локально его обработали пятнам и водителям Потом я прошлась по всему гелику ванишем И он так настоялся минут 30-40 И прямо сейчас я буду его отмывать от ваниша А это еще отдельный такой нормальный клок работы Еще один эксперимент, который вы никогда не сможете сделать со своей машиной Потому что она не шерстяная А я вот сделала Я взвесила этот гелик на весах С учетом того, что мы его полностью намочили Сколько килограмм прибавляется к весу тачки Со снаряженной массой Водяной массой На этих кадрах вы видите специальные весы Которые взвешивают сначала передний мост тачки А потом задний Начинаем взвешивать гелик в сухом виде Получаем переднюю ось в 1305 килограмм Заднюю в 1220 Итого 2525 килограмм чистого пушистика Затем, хорошенько намочив шкурку Взвешиваем уже мокрый джейваген Перед 1400 килограмм Зад 1295 Всего 2695 килограмм в мокром состоянии То есть за одну мойку гелик набирает 170 килограмм к массе Это как три человека в салон усадить Я сейчас немного уже начала понимать, что пятновый водитель реально помог То есть там, где не было критических загрязнений Я нанесла пятновый водитель Ну или просто ваниш Даже тонким слоем Конечно, я очень долго шпарила Вот так вот все Но тем не менее он стал белее, чем он был, когда мы изначально приехали Это идеальный момент, чтобы выразить свою благодарность каждому мочеку, который сейчас работает Который, в принципе, работает вот руками Трудится, не покадая рук каждый день На пользу обществу Блин, вы, ребят, большие молодцы Потому что это такой энергозатратный труд Короче, вы большие молодцы Я с вами Шел седьмой час, ребят И только сейчас мы обнаружили вот эту чудо-вещь, чудо-лампу Которая, что она делает? Объясни нам, пожалуйста Она делает конкретное химчистое покрытие Чуть сильного потока воздуха То есть это именно вы используете для ковролина? Для химчистки, именно для ковролина, для химчистки Короче, это универсальная вещь Но самое главное, что она классно очищает ковер Я попросту зря все это время чистила этот долбанный ковер щеткой То есть мы ему делаем отбеливание фактически? Фактически, да Ну, погнали Охренеть! Чем мы занимались? Коль, мне кажется, даже пену не нужно будет делать Он еще и сушит его, видишь, он подсушивает его Да, вот Ты понимаешь, вот этой маленькой трубкой Надо сейчас будет сделать весь гелик Весь! Как работает эта штука? Она под давлением воздуха Вообще он говорил, что это еще и ультразвук Под ультразвуком она вычищает грязь Она выбивает и еще и высушивает Мы хотели еще сделать один этап Очень важный Обдать гелик розовой пеной И этот этап нельзя пропускать Поэтому давайте эту штуку оставим на потом Чтобы она высушила гелик Как раз-таки вместе с феном А сейчас мы обдадим наш гелик розовым цветом Бомб Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, какой факт мы не учли? Что эта пена, что эта пена обычно наносится на автомобиль У которых нормальный ЛКП Просто краска И краска не впитывает другую краску А это красащая пена И она покрасила мой гелик В розовый цвет Мой гелик unpredictable Стал розового цвета Я не хотела, ребят Я не хотела поддаваться этому тренду Но оно произошло само собой Ребят, этот вечер предстоит быть настолько томным И однотонным И вопрос актуальности От моего гелик или нет Возрастает с каждой секунды Сейчас момент кульминации Потому что мы реально Во-первых, а, никто не ожидал, что он превратится в розовый Мы как-то не предвидели этот момент от слова совсем И два, мы вообще понятия не имеем Сможем ли мы его сейчас отмыть Ты понимаешь, что сейчас нам будут писать Да это постановый Нет, ребят Весь смех в том, что это не постановый И мы реально не хотели его перекрыть Оказывается, как уже потом выяснилось Есть два типа активной пены розового цвета Для мойки машин С красящим веществом и без него Как-то так вышло, что нас угораздило купить Именно с красящим Получается, не уследили Теперь, походу, мы будем пробовать эту штуку Чтобы отмыть уже розовый гелик Блин, да, ребят, мы уже здесь девятый час Вы понимаете Такой он все равно розовый Не, розовой пены у тебя нет еще? Еще? Ты хочешь салон тоже потрасить? Нет, я хочу зад у него просто белая салса И крыша, да? И крыша, да Просто у него зад Просто посмотри Найду Посмотри Это такой фейл, конечно Получается, что ты даже по документам не можешь на нем передвигаться теперь Ребят, вот я реально Вот сейчас мамой клянусь Это не постанова Сколько мороки у меня было Переставлять гелик на учет С черного на белый цвет И как мне в первый же день Когда я выехала на гелике в белом цвете Мне сразу же впаяли постановление Ну просто, ну это типа too much Она и так слишком кричащая машина А тут еще она и, блин, розовая Так она еще и пушистая Да, гелик начал выглядеть свежее в розовом цвете Но согласитесь Все-таки хочется его попробовать отмыть Поэтому сейчас мы смываем кену Смотрим, можно ли его сделать чуть белее Ну и потом уже разводим руками Он даже вот здесь вот, если посмотреть вот так Он прям линиями какими-то покрашен Сейчас будет финальный бой Мы будем сушить пушистика Уже розового И я надеюсь, что в этот момент Уже лайк поставлю на это видео А вы подписаны на канал Потому что мы столько стараемся Только ради вас А, кстати, не расслабляемся И досмотрим это видео до конца Потому что в конце я покажу Этот подарок судьбы Диме И ни он, ни я, соответственно, не знали Что когда эта машина уедет из нашего паркинга Она превратится в другую совершенно тачку А теперь сушить Вы спросите, почему я разделась? Потому что сейчас будет горячо Эта штука выдает очень горячий воздух Под очень сильным напором ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понимаешь, когда ты его просушиваешь, видишь, он обретает как будто он бархатный становится И очень красиво получается Уже пацаны-мойщики говорят, что они в ахере Как ты можешь целый день без остановки его мыть? Нормально Просто посмотри, сколько времени Мы трудились над геликом 9 часов Мы хотели сделать его идеально кристально белым и чистым А получилась розовая какая-то непоятная херня Это розовый слон Надо придумать ему теперь новое название, как минимум Ну а сейчас мы поедем и поставим финальную точку этого видео на реакции Димы Не переключайтесь Просто БМВ тоже сбоку припеку, такая будет тоже смылить на реакции Ну он стал прикольнее А что, вы решили покрасить его? Я не хотела его красить Как ты помнишь, я просто ужала, хотела сделать его уберечь, а он есть А так получилась розовую пену, помнишь, в Питере? А я понял, да И что, она не смывает себе специально? Она вообще не смывает вообще То есть мы как не видели, она не... А если белая салфетка провести, она розовая остается, да? Ну я не знаю Ну типа, в теории, возможно, смыть, да? Но нам не хватило этой розовой пены Иди сюда А почему не хватило? На самом деле, я предлагаю взять розовую краску и просто покрасить его Цвет в СТСке нужно будет менять Ну, тем в любом случае, придет сменять А так, если у меня будет белая попу, то это шоколад обраганнее Не-не, должно быть 70% больше цвета, который в документах А что у них? Закончилась пена или что? Нет, я свою пену взяла Ее такую пену редко встретишь в Москве И мы потом только догадались, что она не смывается с ковролином А, офигеть Так что, все тогда? Не, на самом деле он выглядит так прикольнее, чем когда он был белый Не, ну в теории, да, выглядит точно лучше Но вообще, если его нормально помыть, то он, скорее всего, смоется Мы нормально помыли Мы прям под напором? Прям под напором Я его мыла вот этими ручками 9 часов Все, спасибо, что смотрели Ставьте лайк за реакцию Димы И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА